Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Подтвердились слухи об уходе с проекта Кати Жужи. Говорят, что она перед вылетом на Сейшелы поругалась с руководством Дома-2 и была уволена. Поэтому Юлия Ефременкова пока остается на острове любви. Катя же уверяет всех, что сама покинула Дом-2. Причина в том, что эта работа отнимает много времени, надо идти дальше и вообще она выбирает любовь. У нее ведь есть дочка и появился серьезный мужчина. Как вы помните, к Виталию Малышеву пришли две новенькие девушки. Это Марина Джураева и Мария Огоева. Малышеву сначала понравилась Марина, у них уже было волшебство, а потом он переключился на Машу. Сейчас Виталий говорит, что он запутался, ему никто из этих девушек не нравится. У бывшей Малышева Алисы Литинской за периметром все прекрасно. Она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Девушка не дала парню ответа, но улетела с ним на отдых в Рим. Андрей Денисов и новенькая Ольга Жарикова полетели на остров любви. А на новую виллу, которую открыли на днях, заселяются Арай Чебанян с Сашей Шева и новая пара Руслан Минаков и Карина Пронина. Иосиф Аганесян присматривается к Даше Лымарь. Он начал за ней ухаживать. Лилия Четрару и Сергей Захарьяш расстались. Причина расставания в финансах. Ребята ходили в клуб, причем договаривались, что расходы будут делить пополам. Но затем Лилия не отдала Сергею 10 тысяч, это и послужило причиной ссоры. Женя Феофилактова показала подписчикам внутреннее убранство своего особняка. Правда, показала она только столовую, а сам особняк стоит 25 миллионов рублей. Ольга Пузова шокировала своих слушателей. Во время выступления в одном из ночных клубов Москвы она ругалась матом. Один из посетителей клуба заснял это на видео. Татьяна Владимировна Африкантова рассказала последние новости проекта. Якобы ее хотят отправить на остров любви. Компанию женщине составят Ирина Михайловна Донцова, Алексей Чайчиц с Лизой Трианда Фелиди и Рита Керн. Антон Гусев, как в свое время и Саша Гобозов, стал счастливым обладателем нового Мерседеса. Он преуспел в сетевом маркетинге. Правда, многие говорят, что Антон лукавит. Автомобиль ему достался не бесплатно, поэтому смешно смотреть, как он радуется автокредиту, ведь выплачивать его он будет из своего кошелька. Нелли Ермолаеву критикуют за детскую коляску. Эта коляска очень аккуратная, с ручной вышивкой, но черного траурного цвета. И это явно не лучший выбор для малыша. Также Нелли планирует украсить детскую комнату головами плюшевых животных. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.